Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодняшнее видео это урок по макияжу. Я надеюсь, что у нас должен получиться достаточно естественный, такой дневной, из дневного вечерний, чуть-чуть переходящий. В общем-то, нам с вами не понадобится ничего такого сверх особенного. Вся любая ваша косметика, которой вы красите лицо, тон, румяна, скульптор, бронзер и все остальное. И нам потребуются любые тени, оттенка такой немножко пыльной розы, такие сероватые, с розоватым подтоном. Я буду использовать оттенок Divine из палетки Lime Crime Venus 1 и также нам понадобится какой-то сияющий оттенок шампанского. Я буду использовать, думаю, что это однушка H&M в оттенке Chin Chin, но таких оттенков просто в каждой палетке Milli Art. И нам еще темно-коричневый оттенок теней тоже понадобится. Ну, в общем-то, давайте уже переходить к самому макияжу. Я думаю, начнем мы с вами с кожи, с лица. Да, я возьму праймер, это не самый обязательный шаг, просто у меня тут нарисовался увлажняющий праймер от Beauty Blender. Не скажу, что он просто классный, но что-то как-то увлажняет он хорошо. Дальше берете ваш любимый тон. Я возьму Sensai Flawless Setting Foundation. У него достаточно естественный финиш. Так, у меня он уже, конечно, уже прям вообще заканчивается. Этот тон с очень жизненным таким финишем, то есть он делает кожу похожую на кожу. И это и нужно мне на каждый день. Наносим его чем угодно. Я люблю кистью. Если у вас очень яркие фиолетовые какие-то или голубые кружки под глазами, то я рекомендую до тонирования сделать цветовую коррекцию. Но поскольку у меня эти части не особо синие, фиолетово-голубые какие-то, да, то я пользуюсь консилером уже после тонирования. Я наношу в основном именно на зону, где у меня ярко выраженный цвет. Обычно это вот конкретно вот эта зона. То есть внутренний уголочек и чуть-чуть подглазное пространство. То есть редко синева лежит вот здесь, да, она обычно где-то ниже. Могу чуть-чуть подрастянуть этот консилер. Это консилер Sensai, кстати. Но консилер я использую буквально на полтона, наверное, светлее тонального средства. И вот растягиваю таким образом. Просто нанесла и все, и чуть-чуть оттушевываю. И дальше подрастушую консилер бьюти-блендером, либо можно просто пальчиком нанести. Не нужно пытаться нанести прям огромное количество средства. На самом деле даже вот у меня чуть-чуть видно, да, голубой нюанс. И меня это, ну, не смущает. Мы же все-таки люди, да. То есть меня реально это совершенно не смущает. Также я смотрю, где мне еще хочется перекрыть, да, что-нибудь на коже. Вот на подбородке у меня есть некоторое покраснение. Консилер этот может показаться, что я наношу достаточно активно. Но на самом деле просто я знаю сразу, что я буду бьюти-блендером его подтушевывать. А бьюти-блендер 50% себя забирает. Поэтому если вы подтушевываете пальцем, то наносите в два раза меньше. Я еще люблю вокруг ноздрей тоже пройтись, потому что у меня там сосудики. Нарисовать кошечку. Мяу. Просто у меня какая-то фишка. Я люблю вот эту зону и зону, где кожа может жарниться, закрепить немножко консилером. Так продукт здесь будет более стойкий. У меня сейчас кожа может чуть-чуть просвечивать, да. То есть это не такое супер покрытие идеальное, да, которое там для инстаграма нужно и так далее. Это консилер вот такой в ручке. Они все работают в таком формате выпуска примерно одинаково. Они достаточно легкие, как правило. Также этим консилером, если хочется, очень классно можно бровь немножечко, да, подчеркнуть. Какими-то плотными консилерами. Не очень люблю оформлять брови, потому что, ну, в реальной жизни. Потому что это, как правило, выглядит очень, как очень много косметики. Здесь нанесли и вот так вот потыкали пальцем. И, пожалуйста, чуть более аккуратные брови. Брови я накрасила за кадром, потому что у меня стресс, когда их надо красить на камеру. Я их оформила просто карандашом. Карандашом от Кайли, который разваливается постоянно. И гелем я их уложу чуть-чуть попозже. Просто оформление бровей, это, ну, настолько какой-то момент. Все любят разные продукты. Я все готовлю в видео, все хочу его снять. Про разные продукты для бровей, как они работают и так далее, да. И чтобы вы могли выбрать что-то для себя. Кстати, в начале макияжа я всегда наношу бальзам какой-то на губы. Давайте его еще дополним. У меня сейчас это Фрудия. Просто я из тех людей, которые постоянно грызут губы. И поэтому мне всегда нужна какая-то, какой-то бальзам для губ, какая-то маска для губ. Давайте немножечко припудрим лицо. Если я это делаю не бьюти-блендером, то я делаю это небольшой кистью. И наношу на зоны, которые могут зажирниться. Именно сначала прихлопывающим движением пропуливаю ноздри. Лоб тоже. И дальше делаю вот такое движение. То от носа к виску и обратно. То есть как бы кистью с остатками пудры проглаживаю лицо. Но особенно вот в этой зоне мне необходимо это сделать. Но это можно делать, когда вы сначала нанесли прихлопывающим движением, и потом только дораспределяете остатки. Если вы сразу по незафиксированному тону начнете вот так делать, то у вас кисть может местами подснять ваш тон. Дальше на веки можно нанести чуть-чуть консилера, прозрачную базу под тени. Я просто реально я обычно либо на консилер делаю, и вот принесла себе базу под тени домой. Тут, знаете, уже зависит от того, как у вас держатся тени. У меня это база P.Louis. Я наношу кистью, это пудра 20, но пудра уже не продается. У Зуэвы есть аналогичная кисть. Кстати, до этого тон я наносила кистью Artis номер 7. Я все пытаюсь не забывать его называть кистью. А пудру я наносила кистью Ludovic 47R. Я их пока тестирую. Дальше нам с вами нужна какая-то кисть натуральная, пушистая, растушевочная. У меня это N-Beauty A9. И мы начинаем с оттенка Divine. Это такой холодно-растушевочный. Он, знаете, вот кажется иногда прям серым, но в нем есть такой прям лиловый отлив. Я его набираю и сразу же вырабатываю в кисть. С помощью него я буду растушевывать складку. Вот внешний уголочек смотрю прямо на свои глаза. И чуть выше складки начинаю вот таким вот легким круговым движением от внешнего уголочка ко внутреннему наносить. То есть не просто вот так, да, а круговым движением. Как я строю направление тушевки, хоть она будет такая полупрозрачная. Я, мне кажется, в каждом видео теперь про это говорю, что у нас в лице очень много параллельных линий. Это линия подбородка, линия подъема скулы, линия подъема нижней губы, линия подъема нижнего века. И, соответственно, я оттушевываю, ставлю кисть таким образом. У меня кончик смотрит в сторону, куда я тушую. И делаю такую легкую оттяжку. Дальше я набираю на плоскую кисть. У меня это Hakuhoda Jade 243. Цвет основной. На самом деле, что-то у меня какой-то он очень яркий. Я представляла какой-то цвет более спокойный. Мне вообще очень понравился этот макияж. Я его делала в Золотом яблоке с однушкой от Urban Decay. Она называется Y, как Y, Y, DK. Именно цвет. И я хотела его купить, но его уже в двух местах или в трех не было в наличии. И вот этот цвет можно поспокойнее. Какой-то совершенно спокойно выбрать. То есть какой-то просто сатиновый, например. Ну ладно. Будет чуть-чуть поярче макияж. Ничего страшного. Дальше можно на ту же кисть, можно на другую. Набираем темно-коричневый оттенок. У меня это оттенок Icon из палетки Lime Crime Venus. Вообще такой макияж можно было и полностью с этой палеткой сделать. Нанести, например, вот этот или вот этот оттенок на подвижное веко. Не, ну это уже не успокоишь. Вот это вот сияние. Ну ничего. Так, набираем. Я набираю на кисть хок-ухода. Номер не знаю, к сожалению, здесь не написан. Она маленькая, плоская. С помощью коричневого оттенка начинаю подчеркивать нижний веко, концентрируясь на внешнем уголочке. Обратите внимание, что сначала я всегда цвет наношу к ресницам. Да, то есть сначала наношу по ресничному краю и уже только потом делаю какую-то оттяжку. Подтушую любым бочонком, абсолютно любым. У меня это Людовик 53WK. И этот же оттенок я немножечко наношу по ресничному краю верхнего века. Потому что будем сейчас прокрашивать из ресниц. И мне больше нравится, когда ресничный край немножко затемнен. Потому что так ресницы начинают гуще смотреться. Так, у меня тут какая-то стрелка коричневая вышла. Мне не нужно тут такого. У меня вот здесь оттяжка больше вот такая лиловая. Дальше подкручиваем ресницы. Это просто для меня обязательный шаг, если я не клею ресницы. Ребята, для камеры я всегда их клею, потому что свои ресницы на камере выглядят как будто там вообще ничего нет. Я использую тушь сейчас Теллориаль Телескопик. Тестирую ее. Но, в принципе, вы используете абсолютно любую тушь. Но, конечно, макияж, поскольку все-таки ярковат получился, то я бы рекомендовала использовать и тушь. Знаете, такую поярче с эффектом именно накладных ресниц. Вот что-то такое. Прокрашиваем и верхние, и нижние ресницы. Единственное, что вот эта тушь, она очень такая жизненькая и долго застывает. Поэтому тут надо быть аккуратным, чтобы не заляпать себе тушью все лицо. Также по границе верхнего века можно провести себе как такую стрелочку небольшую. Тоже это помогает густоте ресниц. Просто у меня на вот эту сияшку как-то коричневые тени плоховато наслоились. Поэтому вот лайнером чуть-чуть доработаю. Вот, видите, так ресницы погуще, мне кажется, видно, да, что смотрится, чем на этом глазу. Что-то перехвалила я эту тушь, и как-то ресниц вообще отсутствуют как факт. Сегодня как-то они все скукожились. В общем, мое лицо выглядит немножечко мертвым. Я беру вот такую палетку от бренда Жаде. Джейд, израильский бренд, продается в этом золотом яблоке. И начинаю и бронзировать, и контурировать сразу лицо. Просто у меня теплый подтон всего на свете, и холодные оттенки, если очень холодный мейк я делаю, он меня убивает. Поэтому мне нужно забронзироваться прям на максималках. Я, видите, бронзирую прям себе вот так в диагональ. Я смешиваю и скульптор, и бронзер, и у меня за счет этого получается такой нейтральный достаточно оттенок. Этот продукт не сильно пигментированный, что для меня очень-очень даже хорошо. Также прохожусь по контуру лица. Я использую большую кисть. Это S531 от Hakuhoda. Но абсолютно любая крупная кисть, желательно натуральная, подойдет. Потому что синтетикой большая вероятность наставить много пятен. И я хочу чуть-чуть усилить этот эффект. Поэтому я возьму этот скульптор-бронзер от Наташи Диноны. Он чуть более пигментированный. И его я наношу именно вот в качестве скульптора. Уже поверх такого легкого достаточно бронзирования. Вот сюда, когда я чуть-чуть делаю лицо худее, да, с помощью такой техники, прям вот какие-то остатки снимаете продукты. Здесь подчеркиваю углы челюсти и прохожусь по линии челюсти. Немножко по вискам тоже прохожусь. И дальше я возьму румяна. Они должны быть лично для меня нейтрального подтона, холодные румяна. На мне смотрятся плохо в основном. И наношу сначала чуть-чуть на яблочки. И сразу увожу в диагональ. Я наношу вот такой кистью. Она достаточно слабо набитая. И в этом ее фишка. Это S4 от N-Beauty. И я вот сделала первичное нанесение. И дальше я тоже делаю вот такую втушевку. Это когда уже на кисточке вообще практически нет продукта. И каплю могу увести тоже вот в висок. Но это, знаете, вот буквально полоттенка. Смотрите, сразу видите, как будто ожила. Была мертва и ожила. Совсем какие-то остатки могу на боковой поверхности лба тоже снять. Чуть-чуть на подбородок. Хайлайтер наносим вообще по желанию. Хотите наносите, не хотите не наносите. Повторюсь, мне опять же кажется, что сияние чуть-чуть отходит. Я наберу вот каплю хайлайтеров от Hourglass. Из вот этой тройки. То есть такие чуть более золотые. И я нанесу их вот больше именно на такую периферию лица. Не буду их активно выводить куда-то вперед. На центр лица для жизни я, честно говоря, никогда не наношу хайлайтеры. Просто потому, что... Это, кстати, кисть, которой я наносила пудру 47R от Людовик. Просто потому, что буквально через пару часов у большинства людей выступает на лице, скажем так, естественный хайлайтер. Брови я причешу прозрачным гелем. Я их сначала вот так вот поставлю. То есть, чтобы прямо у нас туда вработался гель, да. Чуть более вертикально. То есть, сначала к переносице, да. Особенно такая техника хороша для волосков, которые такие вниз хотят смотреть и укладываться не хотят. Нанесли. И теперь кисточкой, которая на кончике карандаша, провожу вот такую линию и укладываю волоски. Чтобы сильно они не топорщились. Дальше самое простое и самое быстрое это нанести на губы карандаш, потому что можно не описывать, знаете, супер какой-то там графичный контур. Я возьму у меня это карандаш от Art Deco, который номер 19. Я чуть-чуть промокнула уже губы салфеткой от бальзама. Карандаш под этот макияж я выбрала такой розоватый. Я наношу сначала по контуру и сразу же подтушевываю пальцами. И на нижнюю губу тоже наношу. По контуру и все губы заполняю. Ну и лично для меня губы очень сухие, если только карандаш на них будет. Поэтому можно нанести какую-то просто гигиеническую помаду, какой-то бальзам для губ. Я просто набираю пальчиком и так вот наношу. Да, не такой матовый образ получается, но так намного комфортнее. Я сейчас еще приклею накладные ресницы. В принципе, для жизни мой образ готов. Просто я не могу сидеть вот с этими вот каратышами просто в кадре. И я бы рекомендовала вот этот оттенок выбирать чуть более спокойный. Повторюсь, вот та же однушка от Urban Decay будет очень классно. И какие-то более сатиновые оттенки, потому что у меня, конечно, получилось, как всегда, чуть-чуть эффект бабах. Ну вот, теперь я себя чувствую более-менее хорошо. Ресницы я поэтому выбрала, знаете, не самые какие-то естественные. Можно, конечно же, приклеить себе пучки на какое-то мероприятие, либо какие-то ленточные ресницы на основе. Здесь мистер солнышко, который мужчина только на моем канале. Я к нему как мистер солнце. Можно, пожалуйста, куда-нибудь уйти из моего глаза? В общем, ребята, вот такой макияж получился. Мне он нравится. Я делаю такие макияжи достаточно часто. У меня меняется цвет складки, цвет нижнего века и цвет подвижного века. Но схема очень простая, очень рабочая. Можно в качестве вот этого основного цвета на подвижном веке использовать, пожалуйста, ваш любимый хайлайтер. А вот в качестве вот этих оттенков использовать бронзер, например. Мне нравится, в принципе, что получилось. Единственное, мне вот сейчас захотелось чуть-чуть себе добавить румян. Всегда нужны румяна, знаете, добавлять после того, ну не добавлять, а проверять, да, хватило вам румян или нет после того, как вы нанесли помаду. Потому что помада, яркость глаз и все остальное, оно как бы, иногда яркость макияжа лица тоже убирает. В принципе, вот такой макияж у меня для работы какой-то, да, для чего угодно, в ресторан, в кафе куда-то сходить. В общем, сами придумайте, пожалуйста, куда вы бы сходили с таким макияжем. Также, ребята, если вдруг вы будете повторять мои макияжи абсолютно какие-то любые, выкладывайте их в Инстаграм, отмечайте меня, ставьте хэштег Наталина Инспо, как Inspiration, только Инспо. Все латинскими буквами. Я буду ходить с удовольствием большим по этому хэштегу, буду не забывать вам про него напоминать и буду лайкать ваши публикации. Потому что я всегда очень-очень радуюсь, когда вы что-то за мной повторяете. Это так прикольно, так приятно, когда то, что ты вроде урок сделал, и вот он где-то жизнь свою продолжил. В общем, напишите, пожалуйста, внизу, понравился вам этот макияж или нет, куда бы вы пошли с таким макияжем. Будет очень интересно это почитать. И также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, репостить видео, ставить колокольчик. В общем, вот это вот все, потому что это действительно очень-очень-очень сильно помогает дальнейшему развитию этого канала. Ну и мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока!